Социальная акция «Твой ход пешеход» шагает по стране. Викторина в Рыбинске привлекла посетителей крупного торгового центра. А в Ярославле в познавательный аттракцион вовлекли всех, кто пришел в парк развлечений на Даманском острове. В Данилове сотрудники ГИБДД устроили масштабную проверку пассажирского транспорта. Досмотру подвергаются городские и транзитные автобусы. Акция «Твой ход пешеход» идет по стране. И теперь с прохожими ведутся не только беседы в центре Ярославля. На Даманском острове представители движения развернули целый аттракцион. Вход только для детей, но попасть на него хотят и взрослые. Основная ошибка взрослых проявляется прямо здесь. Только на дороге нет машин, люди сразу стремятся перебежать ее, не посмотрев ни направо, ни налево. Тут в дело вступает активист социального движения, поясняет, где пешеходы совершили ошибки. Когда теория закреплена, участники акции «Твой ход пешеход» получают призы с тематикой безопасного движения. Людей довольно-таки в парке очень много, в особенности детей. И сегодня мы стараемся акцентировать внимание не только на взрослых, но и большинство именно, охватить именно детей. Потому что дети, у них менее развито институт самосохранения, и мы стараемся направить их на правильный путь, чтобы они научились переходить дорогу. Взрослые смотрят на это, они помогают детям, если они не справляются. На этом импровизированном пешеходном переходе все как по-настоящему. Настоящие звуки пешеходной сигнализации, настоящая зебра, настоящие машины. Они двигаются туда-сюда. Переходить дорогу можно только, когда транспортные средства остановятся, и пешеходам загорится зеленый свет. Логика довольно простая. На таком наглядном примере азы правил поведения на дороге авторы социального проекта стараются донести до самых маленьких участников дорожного движения. Я считаю, что я делаю доброе дело, я помогаю людям, я напоминаю им о их безопасности, о том, что жизнь важна, и стараюсь, чтобы статистика, которая попадает в пешеходы в ДТП, она уменьшилась. Активистами социального проекта по всей стране стали десятки студентов. Детям о правилах дорожного движения рассказывают не понаслышке. Многие из социальных педагогов уже успели получить водительские права. Акцию проводят в самых людных местах – в детских парках, в торговых центрах. Там, где можно донести идею безопасного движения до самой широкой аудитории. Акция «Твой ход, пешеход» вовлекает все больше аудитории, география, вся страна. Активисты работают не только в крупных городах. Например, в популярном торговом центре Рыбинска развернулся целый познавательный стенд. Такого не устанавливали даже в Ярославле. Здесь ребусы на тему безопасного движения написаны на специальных вращающихся кубах. Решить несложные дорожные задачи может каждый ребенок. Прямо тут же написаны советы, как правильно пересекать проезжую часть, какие знаки установлены вблизи пешеходных переходов. Ну и, конечно, рассказывается, где нельзя ходить. Я помогаю пешеходам правильно переходить дорогу. Как регулировать пешеходный перекресток, так и вдоль просто дороги пройти, так и с использованием сим. С помощью этого куба пешеход подходит и выбирает свой алгоритм действий. А я им помогаю. После всего этого я дарю ему вот такие вот классные подарки. Это световозвращающие наклейки и световозвращающие шнурки. Действия привлекают много местных детей. Рыбинцы проявили к акции «Твой ход пешеход» больше внимания, чем жители областного центра. Отвечать на вопросы викторины выстраивается целая очередь. На одной из центральных улиц Данилова дежурит экипаж ГИБДД. Досмотру подвергаются только пассажирские автобусы. В городе проходит целевая операция. Автоинспекторы осматривают автобусы, следят за нормами труда и отдыха водителей. Устанавливают наличие тахографов, ремней безопасности и их использования. Проводится внешний осмотр пассажирского транспорта, работа светового оборудования, тормозной системы. За шесть месяцев текущего года на обслуживаемой территории дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых пострадали либо погибли люди, не зарегистрировано. Госавтоинспекция напоминает водителям, осуществляющим пассажирские перевозки, о необходимости быть бдительными, соблюдать элементарные правила дорожного движения, не садиться за руль в утомленном либо болезненном состоянии, а также быть внимательным к другим участникам дорожного движения. Проверяются как междугородние, так и местные автобусы. Безопасность на пассажирском транспорте – одна из ключевых задач сотрудников ГИБДД. Регулярно на территории района проводится целевое мероприятие «Автобус». Ганиловские автоинспекторы просят помощи у пассажиров и пешеходов. В ГИБДД можно сообщать о правонарушениях со стороны водителей автобусов и маршруток. Вы можете позвонить и рассказать о превышениях скорости, несоблюдении требований дорожной разметки и о том, что водитель перевозит пассажиров без ремней безопасности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые участники дорожного движения! О коррупционных правонарушениях вы можете сообщить на телефон доверия о МВД России по Ярославской области, входящей в систему горячей линии МВД России. Телефон в Ярославле 73 10 50. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОН 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 ТЕЛЕФОН